Я не люблю Омск. Вы можете забросать меня помидорами, обвинить в снобизме, ну или просто выключить телевизор. Итак, я Омск не люблю. И тем не менее, здравствуйте. Дело не в том, что в Омске что-то не так, как-то иначе или все плохо. Это не так. Я просто в принципе не люблю города-миллионники. Мне нравятся города от 5 миллионов или совсем маленькие, с населением до 15-20 тысяч. При этом высказать свое отличное мнение «Я хочу в защиту именно Омска». Меня никто не уполномачивал и не призывал в качестве адвоката. Да и сам я не амич. Бываю здесь только в силу служебной необходимости. Мне просто стало обидно за своих друзей, коллег, кто живет и работает в Омске. Здесь делает свою карьеру, влюбляется, женится, воспитывает детей, совершает поступки, организовывает новые производства, творит события, завоевывает медали на чемпионатах мира, строит планы подняться на Олимпийский пьедестал, проводит фестивали, открывает медиалаборатории, школы танцев, конструирует, фантазирует, творит, действует, живет. И все это про Омскую область. И это практически ежедневный набор новостей из Омска в моей ленте на фейсбуке. Вот из недавних во Франции записан новый альбом крутой команды из Калачинска группы Иланды. С бронзой в Омск, с чемпионата мира по фехтованию вернулись паралимпийцы-шпажисты. В Астрахани сразу два омских телеканала вышли в финал ТЭФИ-регион. Проект «Благотворим» двенашки и «Утро онлайн» на канале «Продвижение». Это самый молодой и яркий канал, отмечен как один из лучших в номинации телевизионного дизайна. Настоящее, современное телевидение делается здесь, в Омске. В Москве открылась выставка омского фотографа Игоря Говара. Авторы программы «Зеленый коридор», который выходит все то на том же телеканале «Продвижение», пригласили амичей в вязанный коридор в парк «30-летие Волка-СМ». Лично я там был. Здорово. Рекомендую. Очень европейская история. Разработаны эскизы фигур в Беловодье-2016, ледового городка, который за 4 года стал новогодней визитной карточкой города. Из Казани с победой вернулись студенты Института сервиса, взявшие первый приз за проект «Сибирь военная». Кстати, это такая экскурсионная программа. Сходите, узнаете много нового о своем родном городе. Я назвал эти события не случайно. В комментариях в моем аккаунте к ним было высказано разными людьми одно оценочное суждение, которое меня сильно возмутило. С восхищением, с одобрением, с лайками. Но одно. Это какая-то не омская история. Уверяю, омская. Самая настоящая. Нет, конечно, в это время в Омске грабили, насиловали, падали краны, проходили отставки и новые назначения. Но другая жизнь, настоящая, тоже происходила. И происходит. И этого масштабного, с мировым признанием, яркого в Омске много. Может, я просто такой человек, и меня тянет к красивому, яркому, позитивному, и я стараюсь стороной обойти негатив, но мне думается, что это естественно. Я не люблю Омск, но точно знаю, что оснований гордится Омском много. Любите свой город и не проходите мимо праздников, которые практически ежедневно организуют для себя, для вас самые обычные мечи. И не отталкивайте о себя новое, перспективное и яркое только на том основании, что вы почему-то считаете, что это какая-то не Омская история. С вами был с отличным мнением, переполненный оптимизмом, Сергей Деменский. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова